добрый вечер добрый вечер поставьте пожалуйста единичку кто меня слышит и видит видит слайды еще не видите ну кто слышит меня пожалуйста поставьте единичку все отлично будем без видео потому что что-то с видео в общем так надо настраиваться и не получается хотела рабочий стол вам показать и просчет прям живую ну в общем то будем так как как сейчас пока позволяет техник я всех приветствую на старте нового 9 каталога и хочу сказать вам друзья что есть такая ну я уверена чтобы на полях интернета встречали такую такую фразу что каждый день каждое утро это новая жизнь и вот эту фразу можно перефразировать переделать легко пропад наш бизнес и наш каждый каталог это новая бизнес-жизнь бизнес-жизнь у живого настоящего предпринимателя не так много шансов для рисков то есть если он занялся одним делом что-то прогорело вторым на следующий там через месяц третьим то представьте как этот человек будет расстроен если у него все балится 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 и он каждый раз теряет 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 правда же трудно конечно после таких людей вставать но у нас с вами уникальный бизнес где мы абсолютно никто ничем не рискует я так уверена что в этой комнате нет ни одного человека который который рискует средствами который заложил квартиру или там в лес долги чтобы что-то вы купите не знаю там тональную основу джордани это не знаю там что-то такое ну вот ну хотя не без этого может быть есть люди которые как занимают перезанимают на заказы кстати говоря я на свои какие-то первые заказы тоже занимала денежки у своей подружки потому что не могла вернее еще не было оборотных денег у меня в конверте но со временем я поняла что они нужны и у меня был конверт вот прибыль которая была сверху от продаж я не бежала не покупала булочки хлеб и колбаску почему потому что к сожалению семья особенно на ранних этапах она не видит ваши доходы но зато она видит и чувствует вашу активность вне дома вне семьи и это понятно когда ты начинаешь новый новую новую заводишь бизнес то конечно же тебе надо уделять ему внимание я думаю что ваш муж если бы он открыл автомойку или какой-то гараж по ремонту машин или мини магазин по продаже там запчастей и все такое он бы наверное ну тоже с утра до вечера пропадал бы на работе наработал клиентов разбирался там с поставщиками и все такое вот у нас в принципе то же самое только с минимальными минимальными рисками мы сами не занимаемся не поставками и все такое но развивать свой свою клиентскую базу на старте это выгоднее чем каждый каталог хочется получить всю стартовую программу и закупать за семейные деньги если есть у кого-то возможности хочу вам сказать людей таких много я работаю на офисе друзья мои и приходит достаточно много людей мы живем маленьком провинциальном городке которые приходят и берут сразу две пачки вел нас подписка на вел нас мужу и себе серию на вэйдж и серию солнцезащитную для ребенка то есть такие люди есть позиция новичка который пользуется фразой что у людей нет денег это как сказать на старте позиция проигрыша такое бывает такое бывает потому что новичок он же с обычной жизни и я когда-то была новичком и мне казалось что вот у меня был такой первый страх хочу вам сказать когда у меня клиенты заказали первые там тональные основы джордане все их там было пять человек 7 начали я думаю ну все каким буду как я имею как мен должно быть стыдно ты к этим еще каталог вот такие мне были тараканы чтобы они еще брали они же и так потратились и когда у меня уже соседка сама скласс слушай а чё ты новый каталог не занесешь я поняла что человек готов влаживать в себя деньги если он понимает за что он платит понимаете вот а что касается что у людей денег нет то это огромная ошибка человека который так уверенно думает это сродни того что когда человек работает знаете по законам денег нет у нас их и не будет жили бедно богато не будем жить и все такое но это отдельная тема тренинга но я хочу вам сказать если у кого-то есть такая установочка я вам настоятельно рекомендую пойдите в какой-нибудь большой гипермаркет типа эко-маркет ну не эко-маркет и не помню у нас донецке было метро а потом еще какой-то большой напротив магазин такой огромный там была такая дорогущая красивая посуда и там всегда люстры к всегда были люди всегда были люди всегда кто-то кассе подходил не было очереди прям именно к этому делу но на кассах всегда были очереди там где стройматериалы вот эти все скуплялись ремонт и все такое но это же не за последние гроши люди делают поэтому я поняла что это моя утопия это моя картинка мира что у людей нет если у меня нет зарплаты такое может быть на данный период твоей жизни сейчас но пройдет время ну если ты хочешь это менять то у тебя все будет меняться если ты будешь менять свои устон установки в голове и последнее время а работая мы все такие они еще колоде называются шиме установками и Когда мы проверяем своему наставнику, через время мы с вами превращаемся с этой куколки, знаете, вот как бабочки, да, вот эта куколка, постепенно мы превращаемся, разворачиваем крылышки и превращаемся в красивых бабочек. Это не сразу происходит, я хочу вам сказать, невозможно, ну вот так по щелчку просто взять и раз поменять свою психологию, свои установки и всё такое. Это не сразу получается, но это труд, это труд. И хочу вам сказать, что вот эти установки, это как наши мышцы. У некоторых они могут быть дряблыми, когда там человек вообще не занимается ничем, ни планочку не держит, не подтягивается, ну элементарно даже не ходит. Есть возможность лифтом подняться, он поднимется лифтом. Есть возможность подъехать, он будет ехать, но не идти, понимаете. И у человека со временем, ну что происходит, физиология мышцы понимает, что они не нужны, не слабеют и всё такое. И вот так вот и психологии, установки наши, если с ними не работать, не работать, то ничего не меняется. И человек с этой установкой, что у людей денег нет, здесь только могут с деньгами люди начать бизнес там или ещё какие-то вещи. Вот буквально хочу вам сказать, недавно, я уже не помню, на какой встрече с новым своим партнёром я рассказывала историю об одной женщине. Это реальная история. Вообще просто хочу сказать, вы слышали о том, что Арифлейм – это бизнес истории. Слышали когда-нибудь? Вот, если не слышали, то приготовьтесь, потому что тут, знаете, очень много информации легко входит именно через истории. С продуктами истории, с бизнесом истории, просто с велнос историями. И вот я хочу рассказать об одной женщине, без имён и там фамилии, понятно, которая была когда-то у меня преподавателем. И она была, ну, на тот момент, когда преподаватель, мне она показалась, ну, не показалась, она такой была харизматичной, яркой, уверенной женщиной. И когда я стала развивать свой бизнес, я попала в её городок, мы с ней встретились, и я её пригласила именно на бизнес. Она быстро вникла в маркетинг-план, потому что у неё такой был аналитический склад ума, очень умная женщина. Вот, она ещё кроме своей основной работы преподавательской ещё держала ларёк на рынке, там был реализатор у неё, и занималась ещё торговлей такой, предпринимательством. Вот, и мне казалось, что на тот момент, ну, просто супер, знаете, козырь вытянула я. И мы стали с ней общаться, работать, и она стала делать ту же самую работу, что мы делаем, дорогие мои новые партнёры, ту же самую работу, что мы делаем сейчас с вами только в онлайн, а тогда мы делали в оффлайн, в оффлайн. Я рассказывала о списке то же самое. Вот, я очень рада поприветствовать наших новых партнёров здесь. Людочка, Коцарь на нашей встрече. Оксану я не вижу, ну, наверное, подтянется чуть позже, может, с работы. Кто здесь у нас новенький, я очень рада вас приветствовать. Так вот, я хочу сказать, ту же самую работу делали. Мы писали список знакомых, был специальный, как бы, текст, которым они обращались к знакомым. Точно так же разукрашивали каталог, где делали умные, давали только диски, ну, даже тогда дисков не было, аудиокассеты давали, записью, там, Валентина Ковалёва, бизнес-психолога. Вот, ну, вот так вот мы работали. Ну, вот в чём суть, я хочу вам рассказать. Вот эта женщина очень быстро стала расти. У меня вышла на уровень 15%. И у нас тут собирается выездное мероприятие. Заранее, естественно, я объявляю, беру с собой, приглашаю всех. Ну, как правило, друзья мои, вот эти вот ситуации, вот эти вот мероприятия, семинары какие-то, всякие, ну, вот такой активности бизнесовые, они проявляют людей. В каком плане? Все люди для меня очень хорошие, очень хорошие. Но не все готовы на данный момент развиваться, развиваться и расти. А что такое мероприятие и, ну, вот вебинары наши, что такое? Это информационное поле, где ты получаешь мотивацию и информацию. Ну, если ты не ходишь на уроки английского, как ты можешь говорить на английском? То есть смысл вы поняли, да? Не ходишь, не ездишь, растешь медленно, сомнений много, в голове тараканы пухнут у тебя. Ну, в общем, вот такое, шалай-балай, такое, ну, как бы, зависание такое происходит. Все, кто ездит на мероприятия и кто ходит на вебинары, они чаще в тонусе. У них тоже бывает фиговое настроение, я хочу вам сказать и у меня точно так, да? Но они чаще в тонусе, потому что они подзаряжаются. Мы подзаряжаемся реально от людей, которые, о, уже вот новичок мне, вы слышите, маякует. Только сбросила ей письмо, уже маякует. Вот, мы подзаряжаемся, потому что на самом деле все энергия, все энергия. И эта энергия может и положительной быть, и отрицательной. И вот, когда мы едем на мероприятие, мы слушаем истории, заряжаемся и все. Ну, вот, возвращаюсь к этой женщине, например, ее звали там Маша. Так, и вот заранее она сдала деньги на мероприятие, все, она согласилась, едем. И на тот момент у меня еще не было машины, мы едем маршруткой в Святогорск, она сидит со мной рядом. Еще едут другие мои партнеры, которые там постарше, там помудрее. И она мне говорит, маршрутки, уже в маршрутке. Она говорит, слушай, ты знаешь, вот честно говоря, Света, я уже потом думала, вот тут у меня там на рынок надо было ехать, закупку делать. Все такое, думаю, зря я поехала, я получу эти деньги, ту-ту-ту-ту, и рассказываю. Представляете, мое состояние, я еду с человека, везу, ну, то есть, я еду с уверенностью, что я везу потенциал. То есть, понимаете, я встречаюсь с мальчиком, я понимаю, что он на мне должен жениться. Вот, 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 и тут он мне говорит, типа, понимаете, ситуацию. Я такая, вот у меня прям просто, знаете, сердце замерло. Ну, думаю, ладно, самое главное, я тебя везу, сейчас ты услышишь, увидишь наших лидеров, там, послушаешь, загоришься. Ну, у меня такие еще были надежды и даже уверенность. Что вы думаете? Она отсидела мероприятие, практически на обеде, все время мне бурчало это же самое. И под вечер, когда у нас начиналось мероприятие, такая, как развлекательная программа, посвящение, костер, ну, очень красивое такое, знаете, душевное семейное мероприятие, она просто идет со столовой и подворачивает ногу. Представляете, все идут, вот толпа по речке, она подворачивает ногу, естественно, вечером не идет на мероприятие, идет ложиться в постельку, в кроватку. Вот, я, понятно, что разговариваю со своими наставниками, все прошло мероприятие, я говорю, пойдемте, я такую хорошую женщину привезла, 15%, та-та-та, в общем, короче, привожу их туда, они там разговаривают с ней, знакомятся, там, мотивируют, все такое. Вот, и мы едем домой, и буквально через недельку, через две человек начинает, ну, потихонечку вот это бурчать, бурчать, это не тот, тот, не тот, в общем, все плохо, погода не то, и люди такие-сякие, у людей денег нет, и мне все та-та-та-та. И самое страшное, что этот негатив, она начинает спускать к новичкам, тех, которых сама пригласила, понимаете? Ребят, это все равно, что ты родила ребеночка, он начинает расти, смотреть, радоваться солнышку, а вы говорите, жизнь такая дрянь, ты знаешь, какие люди там, такие-сякие, они все враги тебе и все такое. Представляете, какой может расти ребенок? Я в таком шоке, пытаюсь оградить новичков, ну, скажем так, все начинает потихонечку у нее сыпаться, ну, не настолько потихонечку, потому что я заметила, что ее структура за три года с 15% осталась на 9%. В принципе, она лично получала хорошую объемную скидочку на тот момент и продолжала делать заказы для себя и делать мелкие продажи у себя на работе. Вот, к чему я говорю это? Эта женщина не ушла с Арифлейм, друзья мои. Она до сих пор делает заказы и на офисе у нас обслуживается. Прошло с того момента 12 или 15 лет. С той яркой, приятной, позитивной, звонкой женщине приходит брюжащая, полная, раздражительная женщина. И более того, хочу сказать, через какое-то время она еще тогда пригласила свою соседку, тоже преподаватель, очень приятная женщина, которая тоже приезжает за заказами и всегда с ней в разное время. Я задала вопрос, почему вы вместе не ездите? Она говорит, ой, Света, это так трудно общаться с таким человеком, всем на свете недовольны и все такое. И я сама себе думаю. Вот представьте, друзья, у нее был шанс, она была в информационном поле, позитива, перспектив, потому что на самом деле, по-честному хочу сказать, когда мы еще тешим себя на обычной жизни, тешим себя надеждами перемен, если мы чем-то недовольны, да, то в обычной жизни мы эти свои мечты, мы эти мечты теряем. Почему? Потому что мы хотим чего-то, но мы не видим возможности к этому дойти. Я была такой. У меня было две основные работы. У мужа была работа, подработка, шабашки. Я еще подрабатывала дополнительно с детьми, занималась перед первым классом. И чем больше я брала работы и подработки, тем больше уходила с меня энергии, и я не видела выхода с этой ситуации. Вот кто со мной согласен, что дополнительная ставка не увеличивает ощутимо доход семьи? Да, прибавилось 100, 200, 500 гривен. Но я приходила, я просто падала. И я падала. Вот сейчас я понимаю, от чего я падала. Я в Арифлэме тоже иногда упахиваюсь, работаю много, много езжу, разговариваю. Но когда я знаю, для чего, для кого я это делаю? Ну, я возвращаюсь уставшая и очень счастливая, потому что я знаю, что за мною идут результаты у людей, а результаты – это перемены в их жизни. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Потому что двадцатку никто не поставил. То есть вы согласны, что можно и 2, и 3, и 5 ставок взять и пахать, и в принципе когда-то разбогатеть, что ли? Ой, слава богу, я уже испугалась. А то я тут рассказываю, рассказываю, думаю, неужели кто-то еще верит, что можно 2-3 смены взять? Знаете, я преподаватель, и была такая поговорка у преподавателей. Если ты работаешь на ставку, тебе нечего кушать. Если ты работаешь на 2 ставки, тебе некогда кушать. Некогда кушать. Ты просто приходишь и падаешь. Вот. Ну, вот такая вот картинка мира, вот, да? И вместе с этим, когда вы приходите сюда, вот приходите сюда, дорогие мои, понимаете, вам кажется утопия, когда ваш наставник с вами разговаривает, менеджер или директор, или вышестоящие наставники, вы слушаете, и вы где-то вот заслушиваетесь, вот действительно, знаете, как сказку какую-то, со мной такое было. Я вам сейчас рассказываю не о вас, я вам рассказываю о себе. Я верила, я слушала, я верила, и потом где-то внутри меня выскакивал такой второй человечек, и говорил, не, ну, ты представляешь, сколько это билет надо походить, чтобы получить эту тысячу долларов первую. И потом другой голос мне говорит внутри, Свет, ну, даже если ты 5-10 лет проработаешь, вот ты проработала там-там 18 лет, что поменялось? Ничего не поменялось. А здесь, если ты 5-10 проработаешь, и наконец-то получишь эту тысячу, это будет хорошо, ты там между детьми поможешь, положишь, и все такое, на какую-то книжку еще тогда, и все такое. Вот, эту тысячу я гораздо раньше получила, уже через 2-1,5 года я уже получила свою первую тысячу долларов, а первые 6 тысяч долларов единоразовой выплаты мы получили через 5 лет, через 4,5 единоразовой. И через 8 лет, нет, через 9 лет мы получили самую большую выплату, 93 тысячи долларов, через 9, даже не через 10, друзья мои. Есть просчеты разные, когда вы можете просто посчитать свою зарплату за год и посчитать, вот когда поздравляемый по итогам каталога директоров, сколько он получит годовой доход за год. И вы разбейте на свою зарплату и посмотрите, сколько лет надо работать вот со своей зарплатой, чтобы выйти на этот доход годовой просто директор. А директор, это первая ступенька, ежекаталожно получает от 5 до 9, 10 тысяч гривен, и единоразовая премия у него 1000 долларов. Это первая ступенька, это как бы, ну как будто вы только-только устроились на работу. Вот дальше как раз начинается самый бизнес, понимаете? И самое главное вот здесь, в вашей голове всегда будут весы, вот до тех времен, пока вы не станете в голове топом. Топ – это человек, вот лидер высокого уровня, когда уверен, что он здесь серьезно, серьезно и навсегда. С нами, вот лидерами, которые здесь остались, вот с директоров, вы знаете, в каком регионе мы живем, и, к сожалению, некоторые потерялись люди. И это обычные моменты жизни, если бы даже не Арифлейм, а я была директором магазина в Донецке, и происходили такие ситуации, мои бы лучшие продавцы уехали бы с своей семьей, и я бы их благословила и сказала, самое главное, ваша семья, и спасайтесь. Вы согласны со мной? Вот, поэтому это могло случиться в любой, на любой профессии, в любой работе и все такое. Тут не надо говорить, а, вот видите, там, видите, как это там нестабильно. Это везде может произойти, тем более в нашей стране, вы же знаете, да? Так вот я хочу сказать, вот когда вы станете уверенным, у вас эти весы, они у меня вообще даже никогда не появляются в голове. Но я помню, когда они у меня были. Я наблюдаю за своими партнерами, и когда мы ведем диалоги, и когда им так не хочется меня обидеть, и он так робко говорит, ну я не знаю, может быть, это не мое. И я тогда понимаю, что чаша весов, на которой маленькая надежда о том, что его жизнь начнет меняться, он может поменять окна, шторы, диван продавленный, он может поехать с ребенком на такой курорт, который ребенку не снилось, и будет прям трудно успокоиться от слез, когда ребенок будет радоваться на аттракционах, а вы будете просто легко расплачиваться деньгами и благодарить, благодарить постоянно, постоянно благодарить возможность компании, основателей компании. Вы можете подумать про меня сейчас что угодно, там, знаете, как говорят фанаты или как там это самое, но девочки, я считаю, что это по-человечески правильно, когда ты благодаришь тот источник, то тепло, которое тебя согревает и дает тебе возможность перемен в жизни, правильно? Ну скажите, вы же благодарили первую учительницу, работой которой были довольны, вы благодарите акушерку, которая принимала роды, у вас все хорошо, вы благодарны родителям, в конце концов, благодарны, благодарны. Вот здесь то же самое, понимаете? Вот, ну смотрите дальше, и в голове вот у нас чаша такая, и вот маленький такой прород, кусочек такой, что ну как бы, ну да, как будто да, но вот сколько же результата, вот кто-то растет, кого-то вот сегодня Настеньку поздравили в чате, в прошлый раз там поздравили еще кого-то, Галю, Машу, все растет, может быть и у меня получится, человек думает, да? Вот, а на другой чаше весов все негативы друзей, кумовей, отказы каждый раз, особенно когда ты по-теплому работаешь, тебе говорят, ой нет, сегодня мы такие отказы слышали, если, ну позволит Людочка, мы выставим без имен и без фамилий, просто какие отказы она сегодня получала, умница, тебе аплодисменты и браво, 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 Люда, потому что ты вот делаешь правильные шаги, ты не прячешься, знаете, как вот, сейчас я вам скажу, идешь домой, и тут какой-то шорох темной, ты так раз, залез там где-то под лавочку и сидишь, ну хорошо, ты сиди до утра, пока этот шорох и темнота уйдет, да? Ну что дальше? А Люда идет в эту темноту, в этот страх, она знает, что будут отговорки, будут какие-то неприятные слова, и это очень больно новичку, очень больно, очень новичку, я знаю, я понимаю вот каждого новичка, каждого, и Олю Дудюк, и Таню Стельмах, и ну вот всех, кто делает предложения людям, и кому отказаться, и даже тех, которые не делают предложения, а внутри где-то боятся это делать, я вас всех понимаю, я вас всех понимаю, но я не могу вам предложить другого пути, другого пути, как просто идти в этот страх, преодолевать его и делать это. Со мной вот только что, буквально, произошла такая ситуация, я ехала с офиса домой сюда на дачу через реку, ну девчоночки наши знают, кто местные, и остановилась, я забрала маму, и остановилась возле АТБ, поставила машину, ну выключила, и побежала быстренько в магазин, надо было кое-что скупиться, возвращаюсь и не могу завести машину, и я просто не знаю, что делать, реально не заводится машина, у меня вебинар, у меня мама сидит, жарко, ну и все такое, понимаете, звоню сыну, подъезжает сын, он то-се, говорит, ну я тебя предупреждал, тут вот с ключом надо быть осторожным, вот тут-вот, а потом смотрит, а я впервые, я никогда на скорости машину не оставляю, я всегда убираю ее, ну убираю со скорости и ставлю наручник, всегда, хоть у меня была механика, хоть на автомате, ну я вот так вот сделала, из-за этого не заводился ключ, понимаете, я уже так испугалась, я уже думаю, боже мой, вот это к чему я говорю, то, что мы иногда можем испугаться, то, что нас вообще не напугает, сын поставил, убрал машину со скорости, поставил ее как полагается, машина завелась, я села и поехала, понимаете, друзья мои, и я вот в этот момент могла что сделать, пригнать машину, поставить, сказать, ну ее нафиг, я больше садиться не буду, давайте вы мне возите, что такое у меня стресс и пятое-десятое, а я ехала и себе говорила, ура, я получила еще один опыт, я никогда больше, я буду теперь отслеживать, просто отслеживать, как я ставлю и все такое, и вы точно так, когда вам люди отказывают, когда вам там говорят, и, ну знаете, как просто, извините за слово такое, плюют в душу, даже вот самые близкие люди, вы должны просто этот ручник убирать и двигаться дальше, вы понимаете это? Потому что другого пути нет преодолевать эти страхи, ты, Люда, выбрала самую правильную позицию, самую правильную позицию, двигаться вперед, несмотря ни на что, всем страшно все делать, и первый раз за руль сесть, и первый раз, там, я не знаю, там поцеловать мальчика, первый раз в роддом сходить, все страшно первый раз, все страшно, но все возможно и какие радости ждут вас потом, вам надо смотреть, блин, я не поставила фотографию, я вам поставлю, я специально на прогулке сделала фотку цветка одного, вот, вам надо сделать так, чтобы ваша цель, ваша мечта была гораздо выше, выше любого препятствия, которое встретится, потому что если не будет цели, или она будет манюсенькая, там, ну ладно, там, ну там, ну куплю себе туалетную воду, наконец-то, то и все, то любой отказ, любое какое-то там потрясение такое мелкое, оно покажется вам большим бугром по сравнению с той целью, вы поняли меня? Вот, еще очень важный момент быть в инфополе, когда ты, вот молодцы спонсоры, которые сюда пришли, поставьте, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, пятерку, те спонсоры, которые пришли сегодня, и на этом, на этой встрече есть его хоть один консультант, поставьте пятерочку, если здесь есть спонсоры, у которых есть консультант, поставьте пятерочку, вот, Катя, молодчина, вот те, кто не просто пришел, но он привел, привел человека, вот сегодня у нас была координация с Олей, я говорила, Оля, твоя прямая обязанность, ну, девочки, меня же не может хватить даже на то, чтобы я просто обзванивала ваших новичков, да, это твоя прямая обязанность в конце каталога сделать скрины, картинки, поздравления на чествование, это твоя персональная группа, ты уже должна брать ответственность, ты не должна ждать, да, Света там сделает, как-то выручит и все такое, ты должна брать, я смотрю на тебя, готова ты или не готова, да, вот, и приглашать людей, хорошо, если ты сама вспомнила и зашла на вебинар, а еще лучше, когда ты перед этим прозвонила всех партнеров своих и сказала, что это очень важный реально вебинар и польза от него еще будет, еще будет, вот, отлично, отлично, девчонки, молодцы, это называется инфополе, потому что, знаю, у нас есть замечательный с вами чат, онлайн офис, и сегодня один из партнеров, ага, который, да, Настеночка закрыла шаг, я говорю, Настен, ты там реагируешь, я все читаю, я все читаю, вот, ну, только она лежит в больничке, зайка наша, вот, я все читаю, но, но, но я не, я же еще, наверное, не имею права там отвечать и писать, я говорю, конечно, с первого момента ты имеешь право писать, писать, умница, умница, Оксаночка, рада тебя видеть, вот, поэтому, даже будучи в нашем информационном поле, в чате, человек читает, вы разговариваете, смотрит он, просите его, чтобы он реагировал, чтобы он приходил на эти вебинары, потому что, друзья мои, то, что сейчас я говорю, то, что говорят наставники и все спикеры на вебинаре, это инфа, которая ложится в чашу весов, и от этого будет зависеть выбор человека, всегда человек уходит именно тогда, когда чаша весов, мусора, грязи, перевесила негатива, перевесила информацию о наших перспективах, о наших возможностях, вот, и помнить надо всегда, бизнес и вообще все на свете начинается только с тебя, все, все, вкусный обед с тебя начинается, праздник в твоей семье начинается с тебя, генералка с тебя начинается, карьера мужа с тебя начинается, я не знаю, какие моменты, что с тебя может не начаться, вот, более бизнес, 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 это, ну, вот, такой вопрос хочу задать, что для вас бизнес, вот, что для вас бизнес на самом деле, что для вас, может, одним словом, вот, напишите, бизнес это для вас, вот, напишите, пожалуйста, сейчас кто пишет, в этом году 100% открывает директорские уровни, вот, кто пишет, я вам говорю, сегодня волшебный день, вот, очень важно, очень важно, ну, вот, вы напишите, я не хочу подсказки говорить, и я просто продолжу, вот, Иночка пишет, жизнь, да, вот, бизнес это жизнь для нее, отлично, для Оли это свобода, вот, бизнес, еще, еще, что, вот, видите, это новые, новые наши золотые директора, бриллиантовые, Оксаночка, вот, прорывается, свобода выбора, да, ты выбираешь, Оксана, или мы с тобой на пробежке будем бежать вместе и координацию проводить еще с третьим партнером, или надо на работе вот это смотреть, вот, отлично, отлично, хорошо, я вижу, дорогие мои, вы пишете, вы умнички, отлично, это путешествие, да, вот, Настенька пишет, молодцы, молодцы, вы все правы, абсолютно все правы, это все бизнес, это все бизнес, и жизнь, и свобода, и независимость, и путешествие, и еще самое главное, вот, то, все, что вы пишете, это то, что вам, это то, что вам дается, то, что вы хотите взять, а то, что вы можете дать бизнесу, это ответственность, это ответственность, понимаете, это самое главное, это, когда ты берешь ответственность, у тебя один человек, ты берешь за одного ответственность, у тебя появляется три человека, Ты берешь ответственность, ты берешь ответственность, потому что на самом деле это уже твой бизнес. Сегодня заезжала на офис ко мне женщина, она вышла на 6%, но она абсолютно не понимает, куда она попала и что произошло с ней. Она любит нашу продукцию, она вникает в wellness, она будет wellness потребителем, но кроме всего она крупный руководитель. И я думаю, что ей будет интересен маркетинг-план, потому что крупный, ее руководство, она нанятый очень крупный директор. Это не ее бизнес. И я просто хочу сказать о том, что все будет зависеть от ответственности, которую она на себя возьмет. Понимаете? И у вас точно так будет. Вот абсолютно бизнес напрямую связан с ответственностью. Вот то, что вы сейчас получаете, я вам сейчас маленький такой секрет скажу, но я думаю, что вы со временем со мной согласитесь, если сейчас не согласитесь. Я сейчас не говорю за новичков, ну хотя новичкам это тоже относится. Но вот то, что вы зарабатываете, если вы недовольны, девчонки, это вот тот размер ответственности, который вы на себя берете. Берете больше уровень ответственности, проводите что-то, отвечаете за что-то, организовываете, сами обучаетесь, делитесь этим обучением. Ответственность больше. И доходы ваши растут. Вот девочки, по-другому не получается. Мы это проверяли, вот я вам говорю, до середины маркетинг-плана столиков. Когда мы начали ездить, нас начали приглашать в разные страны, мы стали делиться опытом нашей успешной команды, триумф, ум, да, и мы стали делиться, просто вот делиться, давать, давать, давать. Вот этот уровень ответственности, он увеличивался, потому что мы проводили мероприятия, обучение и все такое, и увеличивались доходы. Понимаете, я вообще не могла понять, откуда эти деньги сыпались. Такие доходы просто сыпятся и сыпятся и сыпятся. Вот, поэтому, дорогие мои, в первую очередь бизнес – это ответственность. Ответственность в первую очередь. И приложением все к вам придет. И свобода, и выбор, и путешествия, и признание. Все-все-все здесь есть. И здоровье. Потому что здоровье здесь не только в велности, но еще и в главном – в вашем настрое. В вашем настрое. Потому что вы все прекрасно знаете, что сейчас такие заболевания практически все имеют корни психосоматики. То есть психологическое происхождение после стресса. А разве это не стресс, когда человек ходит на работу и не получает то, о чем мечтал много-много лет. Понимаете, мои дорогие? Поэтому наша с вами задача – побеждать сразу в голове. В голове побеждать, понимаете? В голове побеждать. И это не сразу будет. Это будет постепенно, но вы победите. Я знаю, что вы победите 100%. Вот. И теперь осталось… Вот знаете, самое главное, вот я говорю, вы думаете там, блин, давай там конкретно какой-то секрет или еще что-нибудь такое. Но самое главное я вам сейчас проговорила. И в принципе можно даже закончить вебинар и все. Потому что все начинается с головы. Все начинается с головы. И поэтому, когда приходит новичок, я говорю наставнику-спонсору, работаем в двух направлениях. Извините за такое сравнение. Ну и мартышку можно научить сделать три аккаунта или там пять аккаунтов и просто копировать, вставлять или делать перепосты. Но главная победа, и, как сказать, она в голове. И когда человек победит вот эти вот все свои страхи, разочарования, сомнения и все такое, он захочет слышать, как ему дальше двигаться. И у него сформируется видение, видение пути. И он поймет, что по этому пути он туда придет и получит то, чего хочет. У каждого у нас свои желания, друзья. Ну вы все получите свои цели, достигнете, когда вы примете, ну вот как скажем, начнете менять свои стереотипы, убеждения. Поменяйте на убеждения, что это уникальная возможность, что я даю лучшую возможность, уникальное торговое предложение. У нас лучшее уникальное торговое предложение на рынке труда. Ну какой работодатель соберет компашку и повезет на турецкую ривьеру, понимаете? Вот, ну ладно, поехали. Теперь хочу сказать, что, как я вот говорю, что мы с вами действительно в шоколаде. Просто в шоколаде, потому что у нас с вами такой партнер, который нам с вами постоянно помогает. Постоянно помогает, подкидывает какие-то стимулы для людей. Потому что даже если бы не было этих акций, а представьте себе, много лет назад акций было всего две в году. Всего две в году. Перед сентябрем, когда золотой конференции приезжали, и после Нового года. И больше акций не было, не было никаких сумок, никаких там, это я говорю о 17 лет назад, когда я пришла. То есть не было такого. Когда-никогда еще там мою какую-то акцию сделают, но это было крайне редко, понимаете? А у нас сейчас бесконечные акции, бесконечные кастрюльки, ложки, вилки, сумочки и все такое. Я поздравляю всех, кто это получает. Потому что на самом деле ты выполняешь свое... Конечно, не радуюсь за тех, которые делают именно ради кастрюлек это. Потому что гораздо лучше делать это ради своей цели, ради цели своих партнеров и получать по ходу эти кастрюльки. Я получаю все, но моя цель не кастрюли насобирать и вам хвастаться, показывать. Моя цель сделать одну регистрацию в день или в два. Научиться это делать и научить вас. Сейчас я еще этого не умею, но я к этому иду. Я знаю, как это сделать, и я к этому приду, и вы придете, дорогие мои. Вот. Что компания предлагает у нас? Вот знаете, еще очень важный момент. Я обнаружила в конце каталога, разговаривая с одним из партнеров своих, а он путается в акциях, в конце каталога. И я тогда даже не задаю ему вопрос, а ты вообще кому-то что-то сбрасывал или рассказывал с консультантом? Потому что что он мог рассказать, если он путается? Сколько надо делать, сделать, сколько надо пригласить, сколько там баллов? Я хочу сказать, я сама иногда, знаете, вот эти программы лояльности, какой набор с какого, можно запутаться. Но четко надо знать, на что ты зовешь сейчас новичка. И самое главное, что ты сам получишь как спонсор, потому что это своего рода тоже маленький стимул для вас. И компания предлагает, продолжает предлагать нам замечательные наборы. Девочки, это просто чудо я вам хочу. Когда вы просто за двух новичков, которые прошли стартовую программу, люди, которые с удовольствием взяли продукты, которые мечтали с хорошей скидкой, вы получаете еще туалетную воду за одну гривну, представляете? И акцию переделали вместо четырех за трех человек, которые пройдут. То есть и туалетную воду получаете, и сумочку. Эта сумочка у меня на офисе есть, брали ее в Селидово. Сумочка очень удобная, классная, большая. С ней можно выйти и как на какую-то деловую встречу, там платочек какой-то завязать на ней, и все такое, и ноутбук ляжет туда, и все. Точно так можно с ней выйти на пляж. Она такая универсальная, классная сумочка. Понимаете? Поэтому первое, что надо загореться вам. Не говорить себе, да ладно, у меня этих сумок, или да надо, мне и цвет не под что, там нет там сапог или еще там чего-то такого цвета, и все такое. Нет. Эта сумочка у вас должна быть по ходу жизни. А туалетная водичка, она вам не нужна. Получите, подарите просто любой женщине, которая вам нравится. Подарите просто как подарок, отдайте, она за границу пришла, вы получите массу удовольствия, когда человек будет просто вам благодарен. Может, это ваша мама, может, это ваша кума, сестра. Вот. Ну, просто сделайте это. И что у нас тут получается? Если мы приглашаем трех человек, трех человек, которые делают, три человека по 100 баллов, это уже и минимум вы должны сделать 50 баллов, чтобы поучаствовать в акции. Это уже 350 баллов вашей организации. Но я знаю, что вы сегодня на встрече, у нас партнеры, которые какие-то 50 баллов, они делают 150, 200 и более. Вы молодцы. Вы молодцы. Так вот, представьте, на какой прирост у вас идет команда. Вообще, просто хочу сказать о приросте сейчас, друзья. Вот скажите, пожалуйста, что вам комфортнее? Тихо едешь, дальше будешь? Или более скоростное такое движение? Напрячься, вспотеть и быстро это получить. Вот что вам, первый вариант или второй? Я имею в виду сейчас по вашему росту в компании. Вот первый или второй? Спасибо вам большое. Напрядься. Вот, прям пишут. Отлично. Спасибо, Олечка. Спасибо, Люда. Еще, народ, давайте, пишите, пишите. Вот просто, ну, тихо едешь, потихонечку врубаешься. Если вы выбрали это, это ваше мнение хорошо. Но я хочу вам сказать, чем опасно тише едешь, когда ты пришел? Тем, что ты не получаешь результата, и ты на старте начинаешь демотивироваться. Понимаете вы? И ты уже начинаешь закидывать себе в мозги чаще и чаще выражение, что, ну, это, наверное, не для меня, ну, и всякое такое. Понимаете? А если ты мобилизуешься, помните, как Гандапаз говорит, призовешь себя в армию на этот год, а лидеры, которые я вот тут сбрасывала, которые за полгода, за год, за два делают бриллианта. Вы понимаете, это какие доходы просто. Вот как ваша жизнь меняется, если на следующий год, к лету, вы получаете 50-70 тысяч в три недели. В три недели, девочки, 50 тысяч. Ты приносишь карточку, на ней 50 тысяч. Что ты меняешь? Там ты не только забор и окно, шторку поменяешь. И эти деньги не успевают заканчиваться. Вот в чем дело. На директоре, я вам сразу хочу сказать, вот сразу говорю, кто нацелился хотя бы мне доползти до директора, не надо туда ползти. Туда надо быстро прибежать и двигаться дальше транзитом. Почему? Потому что зарплата 5-7 тысяч, вы будете закрывать просто свои жизненные дырочки, которые накопили за это все время. Ну, я вам говорю про себя просто. Холодильник течет, обувь у детей сносилась, там постельное надо менять и все такое. Ты эти деньги только получил, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Все. А вот когда ты на уровне золотого директора, а если сапфира, я вам говорю честно, друзья мои, я просто их не успевала. Ну, не то, что не успевала, я их не тратила. Я не успевала, потому что были депозитные счета, были договора, куда просто сразу же мы поговорили с ними, сколько нам надо минимум, сколько так не на минимум на среднее. И остальную часть мы ложили на депозиты. Понимаете вы? То есть золото, сапфира, вы просто, ну, вот они будут собирать, вы купите все, что тебе надо. Ты хочешь дом, дом ты насобираешь на дом. Надо квартира, ты на квартиру насобираешь. Хочешь путешествовать, хочешь что-то купить там, ты все это приобретешь. Ну, просто надо сейчас приложить усилия. И с головой, и с действиями своими. Вот. Я думаю, что картина по рекрутированию понятна. И вот здесь я хочу вам сказать вот такую вещь. Смотрите, директор это всего 7,5 тысяч бонус баллов. И к нему можно прийти с людьми, которые будут так же раскачиваться, как и ты идешь и едешь дальше будешь. Люди будут делать именно только то, что ты делаешь. Вот я вам уверяю. Потому что команда ваша, которая будет за вами идти, это та же семья. А я как преподаватель и практически психолог совершенно авторитетно заявляю, что наши дети всегда делают не то, чему мы учим их, а то, что мы делаем сами. Ты идешь, развернула, дала конфетку ребенку и кушаешь сама конфетку. Жала бумажку и бросила в кусты. А ребенка ударила по руке и сказала, так делать нельзя, ты засоряешь, ты некультурный и все такое. Как ребенок дальше будет себя вести? В бизнесе то же самое. Та же самая трансляция, та же самая дубликация. Понимаете, друзья мои? Вот. И теперь смотрите. Мы с вами настроились, мы с вами осознанно понимаем, что такое там 150 бонус баллов и 200 и выше, да? И мы сами делаем эту норму, и мы работаем со своими партнерами, рассказываем им, почему это выгодно делать, и особенно те, которые сами растут. Вот. Что происходит? Когда вы начинаете работать, правильно, Настенька, умница моя, и я тебя поздравляю, ты в этом прошлом каталоге просто 150, а когда-то какие-то 2-3 месяца назад, да, Настен, у нас были просто простые каталоги, а сегодня ты уже менеджер, я тебя поздравляю от всей души, всей команды, умняшечка наша. Вот. Так вот я хочу сказать, девчоночки, что происходит? Вот сейчас послушайте, не за человека я буду говорить 150, а я буду говорить за акцию. Когда вы приглашаете вот на акцию, выполняете минимум акцию, три человека, чтобы они прошли, лучше пригласить в два раза больше, шесть человек. Из шести человек, чтобы вы там сами не добивали, не тужились, не мучились, из шести человек три пройдут гарантированно. Вы найдете аргументы, о которых мы сейчас чуть позже поговорим. И вот представьте, у вас сразу прирост из этих трех человек на 300 бонус баллов. А теперь представьте, что вы это делаете вдвоем. Оля, Аркушенко, ты слышишь? Ты делаешь это с Оксаной. А если втроем с Людой, сколько прирост по твоей структуре за каталог, Оля? Если каждый приводит за собой по 300 баллов, и свои 150 делать, естественно. Прирост, вот не надо свои считать, вот просто прирост от этих девчонок. На тысячу ваша команда растет каждый каталог. Каждый каталог, девочки, если договориться и взяться, то это быстрый и стремительный рост. Но все начинается с головы. У нас есть замечательная акция по лояльности. И хочу вам сказать, вы помните, наверное, в презентации, в бизнес-презентации нашей и в инструктаже есть такой слайдик, я его сюда не принесла, что большая часть людей, 85%, 90% даже, люди, это которые потребители. И мы должны им тоже уделять внимание, потому что компания, видите, какие наборы для них делает? Это для лояльных клиентов. И мы с вами являемся тоже лояльными клиентами-потребителями. Вот такая замечательная акция лояльности. И это, ну, просто я считаю, что преступление, когда спонсор не рассказывает об этом своим партнерам, ну, консультантам, которые спящие, понимаете? Ну, рассказать это, ну, как сказать, не дать информацию, это одно преступление, но еще хуже, когда ты даешь информацию, ну, как бы, неэмоционально, так вот сбросил, как, знаете, вот иногда новички делают такую ошибку, не-не, я сбросила информацию, я спросила, а что нет прироста у тебя? Да потому что, как бы ты не довела, ты умница, что ты сбросила, ну, надо довести дело до конца. Как довести? Сейчас мы поговорим. Вы должны четко понимать, что получает новичок, что получает приглашающий спонсор. То есть, когда вы приглашаете людей, вы можете рассчитывать на это, в этом каталоге, плюс на любой из наборов, как приглашающий спонсор. И это вы должны, этим вы должны замотивировать мотивировать в своей команде человека, который уже с вами есть. Ну, не должны, вы просто найдите его. Кому-то тоже интересны эти сумки, кому-то интересно тоже общение и рост и развитие. Вот. Теперь этого, этот человек, который согласился, вот допустим, Олечка Аркушенко, у тебя там Маша какая-то, да, она говорит, ой, я тоже, ну, давай попробую, все такое. Первое, что надо сделать, этого новичка подготовить с акциями, ну, не новичка, этого консультанта, надо подготовить, что он должен знать и что у него должно быть в папочке для нового партнера. Потому что просто сказать, приходи в Арифлейм, это вообще просто убить на повал человека. Конечно, приходят иногда люди, когда мы, приходите в Арифлейм, но у людей, к сожалению, срабатывает стереотип, вы знаете, ой, это кошелки, это бегать, приставать, цепляться и все такое. Человек говорит, ой, не, 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 я вам даже вот сброшу сейчас, ну, в чат, закончу вебинар, сброшу. За 10 минут до вебинара я проводила собеседование, не за 10, а там, ну, короче, как только прискочила домой, проводила собеседование, Людочки, там, одно из собеседований, Наташина. И она сразу сказала, что, только услышала Арифлейм, сказала, не, 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 я уже там была. Буквально через 2-3 минуты разговора с ней, она дала согласие и уже вот в чате она мне уже пишет, маякует, я ей уже сбросила информацию до нашего вебинара и все такое. Вот. Почему так произошло? Потому что у меня готовые инструменты под рукой. В словах и в картинках у вас эти инструменты должны быть. Они у нас в чате, вы берете себе, делаете папочку на рабочем столе или на диске D, каталог номер 9 и сбрасываете эти картинки. В Вайбере или в Телеграме у вас есть закрытый канал ваш, где у вас это каталог номер 9 и это у вас все под рукой. У нас есть с вами чат, справочник приглашающего спонсора. Там все это под рукой есть. Все под рукой есть. Людочка, ну ты звезда, идет вебинар, она сбрасывает телефоны. Умница, у нее еще переговоры. Люди, я все сейчас отработаю, Люда, я все отработаю. Вот. То есть у вас это должно быть и тогда вам только остается озвучить людям. А озвучить у вас для этого тоже приготовили спонсоры ваши, слайды, которые помогут озвучить. У нас такие продукты в первом каталоге, за первый шаг, девочки, просто неимоверные. Это самая популярная вода, самая популярная вода, у которой нет людей, которые там вообще она им не нравится. Все любят водичку Эклай Викенд. За ее такой бодрящий, вот здесь вот о ней все написано, я сделала такой слайдик, написала, вот здесь зачеркнула, по какой цене. Вот когда я приглашаю сейчас людей, я говорю, ты посмотри, что ты можешь получить, посмотри, стоит больше там 500 гривен, ты получишь за 99 гривен. Прочитай про этот аромат, как ты будешь выглядеть с этим ароматом, хочешь себе, не хочешь себе, ладно, бери своему любимому и все такое. Вот. Самое главное, самое главное, подготовиться самому для того, чтобы дорого продать стартовую программу, потому что такой стартовой программы, вот бывалые наши директора и менеджеры, подтвердите, пожалуйста, поставьте 50, если такой крутой стартовой программы у нас еще не было. Были разные. Был у нас где-то Wellness, где-то было мед-молоко, где-то еще. Но девочки, такой крутой стартовой программы не было никогда. Даже если закроем по одному продукту с этой стартовой программы, это будет крутяк, это будет крутяк. А здесь по два продукта, девочки. Цена этих продуктов каждого больше 1000 гривен. Вот если мицеллярку, ну не мицеллярку, а эту эту ночную маску взять и, господи, быстренько забыла, скажите мне, подскажите на вейджевую этот продукт взять. Это 450 маска и то 400 с чем-то, почти что 1000 гривен. Коктейль и омега, 2, 2, 2 продукта получаете. Просто все зависит от того, что вы можете сказать людям об этих продуктах, понимаете? Тут даже вот не в Арифлейм, а на то, чтобы получить эти продукты бестселлеры по такой цене, понимаете? У нас есть замечательный тоже канал в Вайбере, активация номера заказа. И наши девочки, менеджеры, отлично, и директора отлично продали там стартовую программу. Зайдите, просто послушайте, возьмите скрины, слайдов, что вы должны сказать человеку о продукте. Два пункта, самых главных два пункта. Когда вы работаете с продуктом, запомните, сделайте себе татуировку где-нибудь на руке там или на ножке, знаете, как шпаргалки писали мы это. Вы должны говорить о двух вещах. Польза, которую получит человек, и особенность этого продукта. Почему именно этот продукт надо взять? Вы поняли? Запомнили? Польза и... Ага, спасибо, эссенция, Олечка, спасибо большое. Польза и особенность этого продукта. Когда вы будете работать не классно, не прекрасно, потому что это, девочки, это, ну, я вам скажу, это не с компетентности, когда человек, ой, классная тушь, прекрасная, великолепная, и вот пыль пускает, 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 я стою, слушаю и думаю, так, надо брать, надо учить как стишок этому человеку. Вот, поэтому, друзья мои, запомните два слова. Польза и особенность. И вы найдете, что сказать, не надо придумывать, вы просто прочитайте, где прочитать. Вы знаете, на сайте это можно найти. Вот, значит, что поможет нам расти в этом каталоге, да? Акция по рекрутированию великолепная. Все получаем сумки, туалетные воды, раздаривайте или сами брызгаемся. Кроме этого, у нас еще, у тех, у кого есть командочки чуть побольше, кто больше, тот месяца, два, три, ну, не месяц, нет, от трех месяцев, от трех каталогов считается спящий, есть такая акция реактивация. Реактивация – это, значит, разбудить людей, которые уже три каталога, ой, четыре каталога и более не делают заказы. И этот человек всего за заказ 25 бонус-баллов получит эту замечательную тушь. Она реально, ну, вот, называется, World Open – это открытый взгляд, открытый взгляд. Она реально, эта кисточка раскрывает, поднимает, закручивает ресницы, и вот этот кончик этой туши еще что делает? Удобно прокрашивает реснички в глубине глаза и наружу. Девочки, это вообще просто шикарнейшая тушь, просто шикарнейшая. Единственное, вот я сомневаюсь, если у кого-то короткие реснички, пойдет она или нет, ну, я не знаю просто. А у кого нормальные ресницы, это просто супер. Что надо делать с реактивацией? Смотрите, вы берете распечатку, вы смотрите, кто у вас там больше, там, в общем, спящий, кто больше трех каталогов, если четыре стоит и больше у человека в распечатке, да? Я уже для бывалых рассказываю. Что вам надо сделать? Выписать этот список людей прямо в свой блокнот. Самое главное. Не говорить там, ой, ну я посмотрю по распечатке. Выписать этих людей. Подготовить материал, который вы будете бросать. Что за материал, сейчас я покажу. И тактика отработки каждого консультанта. Какая должна быть? Какая должна быть? Какая должна быть тактика? Значит, мы должны сразу человеку сбросить информацию. Желательно это сделать утром, рано. Сделать этот сброс этим пяти-десяти человеком. Сложно там первому сбросить. А потом я у этого первого беру, копирую все подряд, выделяю с левой стороны, нажимаю активацию одной картинки, текста, звукового, все нажимаю и перебрасываю человеку. Следующему, следующему, следующему по списку перебрасываю. И обязательно в конце этого сообщения вы сбрасываете человеку слово. Пишите ему, что я посмотри, ознакомься, вечером тебе перезвоню. Эти люди на самом деле когда-то уже пришли на вас, на продукт, еще там на что-то, я не знаю, какая-то ситуация была. Они уже пришли не здесь. Чтобы не было у нас такого, знаете, как в цирке тарелки раскачиваешь, тут раскачала тарелки, а там упала, тут раскачала, а там упала. Делайте так, чтобы ваши люди, все, которые с вами были в активности, дружите с ними, уделяйте им внимание. Я хочу сказать, надоедать тут тоже нельзя, то есть каждый день через день звонить, вы будете делать заказ. Это самый тупой, простите, вопрос к своему консультанту. Ты заказ сделать будешь? Это некрасивый вопрос, некрасивый. Спросите у человека, как дела. Если вы помните какую-то, Жанна, у меня идет вебинар. Если вы помните какую-то ситуацию с этим человеком, то напомните, спросите, как ребенок или еще что такое. То есть будьте участливы в жизни человека этого. И не важно, там лидер он в вашей структуре, не лидер, это не важно абсолютно. Этот человек с вами, этот человек рядом с продуктом нашим. И что вы можете дать ему в этот момент, вы должны с ним обязательно поделиться. Поэтому я делаю, как правило, со своей клиентской базой, работаю первый четверг и последний четверг каталога. Я выделяю там 2-3 часа, а если у вас небольшая группа, то это вообще там достаточно совсем чуть-чуть. Вот, еще вы должны этому человеку не просто сказать, «Маша, давай, ты там у меня спящая, надо там заказывать тушь, заказывай на 25 бонусов, и ты это самое, там получишь тушь, там классная, прекрасная и все такое». Вы сбрасываете скрин этой туши. И кроме этого… Ага, вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, я испугалась, замолчала. Ага, поставьте мне двоечку, слышно меня? Мы уже заканчиваем. Вы сбрасываете вот эту информацию, обязательно сбрасываете вот скрин, вот этот, который вы сделали, и описание этой… Это вот целый слайд, я его сброшу прямо к нам в чат, вы забираете и сбрасываете спящему. Что входит в набор спящему, смотрите. Ну, во-первых, хочу сказать, вы знаете, где взять эту информацию? Я вот не по этой туши, а вообще всегда вы можете про любой продукт рассказать другому человеку и сделать скрин с нашего сайта. Смотрите, когда вы заходите на сайт, даже не за… Ну, не как консультант, не пишите сайт. Вот тут в правом уголочке есть лупа такая. Нажимаете и пишите код товара. Появляется товар, плюсик. Вы на него клацаете и разворачивается этот продукт. В скидке он, без скидки. И здесь вот есть описание. Нажимаете описание и разворачиваете всю информацию. Берете это, копируете этот текст. Он уже, как сказать, грамотно и интересно написан. И сбрасываете человеку или себе копируете на слайд и все такое. Вы поняли, где это взять? Про любой продукт у нас с вами просто кладец. У нас с вами не сайт, а просто шедевр. Просто шедевр. Что мы отправляем спящему? Первое. Вы помните, что мы делаем это все утро. Спящему отправляем акцию, картинку акции, описание продукта. Вот этот слайдик, где что это за продукт, что ему даст, помните, в чем его особенность и польза этого продукта. Потом скрин вариантов набора на 25 бонус-баллов. Два-три скрина. Не надо сбрасывать 50 скрину, потому что он все равно не разберется. Потом сбрасываете ссылку на обзор каталога, ссылку на сам каталог, потому что это спящий человек, у него нет действующего каталога. И в конце сбрасываете текст. Машенька, хорошего дня, вечером перезвоню. Отрабатывайте так столько людей, сколько вы можете вечером отработать. Если у вас вечер свободен, вы ставите там... Но опять-таки с этим человеком тоже грузняком не занимаетесь, потому что была такая ошибка у одного из моих партнеров. Она говорит, я еле отработала двух человек. Говорю, господи, а что ты делала? Она говорит, я открыла каталог, а ему уж выслала онлайн. И каждую страничку рассказывала. Вы можете себе представить? Ни в коем случае это не делать. У нас люди нормальные, адекватные. Достаточно двух-трех слайдов. И если там ролик по продукции, или обзор каталога, этого будет достаточно. Скажите, пожалуйста, полезная информация для как разбудить спящих? Ставьте пока мне там полезно, не полезно. А я вам хочу сказать, вы вот просто ради интереса возьмите свою распечатку и посчитайте, сколько у вас в организации людей, у которых четверочка и больше. У кого-то 10. Вы 10 не разбудите. Но если вы разбудите 5 человек, это будет 25 бонус баллов на 5. 250 напополам, это там 175 баллов. Это тоже будет очень хорошо. Это тоже будет очень-очень хорошо. Самое главное – это делать, девочки. Самое главное – это делать. И самое главное в этой ситуации, вы не просто разбудите человека, вы с ним начинаете опять выстраивать отношения. Опять выстраивать отношения. Походу этому же человеку, которого вы разбудили на спящего, вы говорите, вот минимум это 25, давай сделаем, получишь тушь. Но у тебя есть шанс вообще, я не знаю, просто супер шанс, потому что ты можешь попасть в акцию лояльность. Вот уже посредние два вагона отходят. Не говорите ему, что раньше было там, сейчас не надо говорить. Мы переделаем эту картинку, потому что будет обидно сказать, если бы ты меня раньше пригласил, сказал, я бы тоже сделал, чтобы за 125, а за 250 не возьму. Вы сами знаете, сколько стоит этот набор. Вот этот скрин все видели, по чатам. 1285 гривен стоит весь этот набор. А вы можете его приобрести за 250. Мы переделаем его на 250. И вы говорите, смотрите, ты получаешь тушь за одну гривну, и через два каталога получаешь набор, который стоит больше там 1200, ты получаешь его все равно всего за 250 гривен. Вот. Но за то, что вы получаете, как спонсор, как наставник, что вы получаете? Этот человек два каталога делает по 50 баллов. А представьте, у вас 10 человек делает по 50 баллов. Это 500 баллов к тем 300 баллов новичков, которых привели. Вы помните? Вы помните, мы с вами считали, три человека приводишь, у тебя 300 баллов прирост. Да? И плюс эти 500. Вот как растешь быстро. Мы с вами начали говорить о том, как расти быстро. Вот так вот расти быстро, друзья мои. Все очень-очень просто. И хочу вам сказать, попешились мы в конце каталога с этой акции. И давай же там, ну, последний четверг, как обычно, я отрабатывала, посбрасывала и акцию, то есть звуковое сообщение. Я записала одно универсальное, без имени сообщение. Обрати внимание, та-та-та, лето, такая скидка, ля-ля-ля. Летом ты все равно шампунь берешь, там гелентин и все такое, там, бери здесь и получай такую замечательную скидку и все такое. И люди мне слали, 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 слали там, ой, я собиралась делать, да, я делаю, да-да-да. И даже были такие у меня три человека, которые, смотрите, вот я вам прям Людочку сбросила, грустно, обидно, ну, 21-42, она мне пишет, Света, не могу войти, ля-ля-ля. Я пишу, выше смотри, я же тебе объявление сбрасывала, до 9 часов мы можем это делать, все, понимаете? Вот, и были даже такие, но только если вы начинаете работать, если вы начинаете только работать. И если вам даже человек сказал, нет, вы ему сбросили эту информацию, вот мне человек говорит, и, кстати, не один мне человек так сказал, Света, спасибо большое за информацию, но я в этом каталоге делать заказ не буду, заказ делать не буду, да, в этом каталоге. Вот. А я, знаете, думаю, ну ладно, не будешь и не будешь. Проходит какое-то время, проходит какое-то время, и я сама себе думаю, это я вечером написала окей, а утро вечером мудренее пишу. Хотя я думаю зря, ты пропустишь эту возможность. Ля-ля-ля-ля-ля-ля написала. И этот человек, посмотрите, что делает, сбрасывает коды, спасибо большое там, ля-ля-ля, за терпение, ля-ля-ля, ну все такое, вы поняли? То есть все работает, друзья мои, все работает, если вы выбираете правильную тактику и движетесь вперед, движетесь вперед и все. Все, поехали дальше, заканчиваем мы. Вот, теперь чистая математика, еще что поможет вам расти и увеличить ваш товарооборот, когда вы заглянете вниз своего, своей распечатки. В каждой распечатке по итогу каталога есть эти цифры. Что нам надо сделать? Нам надо, вот для того, чтобы ваша организация росла, вам надо выполнить план. План очень простой. План у нас есть по активности. Активность – это значит, сколько человек с твоей командочки сделали в этом каталоге заказ. Не важно какой, самое главное, чтобы они сделали заказ. И эта активность должна быть 70%. И спонсирование, то есть приглашение твоей команде должно быть 15%. Я вам показала, взяла одного своего консультанта, ну, не такой он был активный в этом каталоге, я взяла просто вот его распечаточку, вот, и скринчик сделала. Смотрите, вот активность у него меньше 50% у этого консультанта. Рекрутирование вообще ноль, ноль, да? И теперь мне надо в этом каталоге вырулить с этой Машей эту ситуацию, потому что человек хочет расти. На что мне надо посмотреть? Как мне это просчитать? У нас есть распечатки БАК, это база активных консультантов, то есть это люди, которые, так, сейчас, база активных консультантов, вот они, БАК, в первом уровне 2, а вообще по группе 9 человек. За прошлой, ну, в прошлом каталоге было 9 человек активных. Но для просчета нам надо взять базу активных консультантов для динамичного просчета, для динамичного просчета. И здесь стоит цифра, у каждого стоит своя. И вы берете эту цифру, просто, девочки, тупо, на калькуляторе, на мобилке, умножайте на 70%, или 0,7 умножайте. И у вас получается цифра, сколько у вас должно быть активных в группе людей, чтобы ваша командочка держалась на плаву. Что просла, надо увеличить это. Вот. И точно так же берете бак, вот этот, именно этот бак, 14 тот же, и умножайте на 15. В данном случае у этого партнера должно быть, чтобы группка держалась на плаву, чтобы было 70% активности, у него должно быть 10 человек активных из этих всех. Вот. И 3 человека новых он должен привезти. 2 и 1, мы же не можем. 2 человека привезти, 1 руку принести. Правильно? Все. Вот таким вот образом легко все просчитывается. Где взять распечатку? Это вы обратитесь к своему наставнику, она вам покажет и расскажет. Если у вас уже там больше 3-4 регистраций, не обязательно ваших личных. Мы с вами в стажировочной ветке, а в этой ветке вам регистрируют не только вы на старте, но и ваши наставники. Поэтому у вас там группка может быть большой. Поэтому обязательно проработайте это. И вот сколько будет написано людей, себе выделите и просчитывайте, контролируйте эту цифру. То есть неделя прошла, вы смотрите. Вот. И спонсирование. Кроме этого, я не внесла сюда таблицу по просчету на каждую неделю у вас должна быть, я вам сброшу в личку, в чат, табличку, где написано первая неделя, сколько должно быть бонус-баллов личных, сколько должно быть по группе. И сколько рекрутов у вас должно быть личных и сколько по группе. И вот эту табличку вы себе, я вам рекомендую настоятельно, скопируйте и повесьте на холодильник. И маркером там наведите, красным, там будет у вас план и черным маркером будете, ой, красным маркером будете ставить факт. Это очень хорошо, когда вы будете видеть, чего и сколько у вас не хватает. Это будет вас мобилизовать, мобилизовать. Это будет цепная реакция, вы будете думать, кому мне еще сказать, кому мне позвонить и что надо сделать. Понимаете? Когда есть план. Когда нет плана, это все просто течет, как плывете вы по течению. И куда вас вынесет, ну, в принципе, никто не знает. Никто не знает. И в конце просто хочу сказать, что рекрутинг – это как живая кровь в нашем организме бизнеса. Он необходим, рекрутинг, как сон. Он должен быть ежедневным, качественным и полноценным. Поэтому следующие наши с вами вебинары будут посвящены именно рекрутированию, именно работам в соцсетях. Мы будем вспоминать, мы будем с вами делиться опытом. Следующий вторник наши лидеры, наш актив подготовят, потому что следующий вторник меня не будет. Следующий вторник Лена Абраменко, Галя Шофиева и Оля Пелецкая подготовят для вас вебинар по рекрутированию. Как они рекрутируют, на что надо делать акценты, какие могут быть подводные камни и все такое. Если кто-то хочет тоже поделиться, пожалуйста, добро пожаловать, присоединяйтесь, будем делиться и обмениваться опытом. Огромное спасибо всем за внимание и напоследок хочу вам сказать успешного закрытия каталога. Вы сейчас удивитесь, сегодня третий день каталога, но именно сейчас уже закладывается успешное закрытие каталога. Не в последнюю пятницу или четверг каталога, а именно сегодня начинает закрываться ваш каталог. Я всем настоятельно рекомендую быть звездами, а не разгребателями. Кто это такие? Как бы на сон грядущий, я вам сейчас расскажу такую небольшую сказочку. Много лет назад выступал очень известный в Киеве бизнес-тренер Рэнди Гейдж. Я вам советую посмотреть его видео. Они очень старые, но они включают неимоверно. Его история прихода в MLM-индустрию, он сам прошел сетевую компанию, не одну создал, потом, по-моему, еще свою, заработал свои миллионы и стал успешным человеком. Так вот, он поделился одной идеей. Он говорит, смотрите, в бизнесе сетевом есть две категории лидеров. Есть звезды, а есть разгребатели. Я очень хочу, чтобы мы, девочки, послушали внимательно и выбрали для себя. Кто такие звезды? Звезды – это люди, которые в конце каталога без суеты, уже закрыли раньше, спланировали следующий каталог. На протяжении каталога делают активные действия, контролируют цифры по плану своему, подтягивают, корректируют эти цифры и выполняют план, как говорится, досрочно. Если субботу закрытие, то они закрывают свой каталог в четверг, ну, в лучшем случае, там, пятницу. Закрывают каталог, в субботу они отдыхают семьей, в воскресенье с командочкой или там понедельник планируют новый каталог и включаются заново. Это звезды, они не суетятся, люди за ними их наблюдают, им нравится такой стиль жизни и люди хотят в этой команде расти. И второй вариант, когда спонсор в начале каталога раскачивается, не берет каталоги, не звонит, не делает ничего. Ну, там что-то по ютубу лазит, смотрит, все время ищет какую-то кнопку, которая должна прям взорвать его бизнес там, да. Ну, в общем, вот так вот как-то там, ну, сделал заказик, может быть, там, в конце второй недели, да. Кстати говоря, поставьте, пожалуйста, сотни, кто сделал уже заказ. Или поставьте просто бонусы, насколько вы сделали, не имеет значения. Вот просто поставьте бонусы, кто уже сделал заказ свой. Поставьте просто бонусы. Вот. И вот представьте себе, приходит этот четверг и на горизонте закрытия каталога. Этот спонсор начинает звонить, заказ есть, будешь делать заказ, позвони тому, ой, ты будешь брать, вот какая акция, давай, давай, всех дергает. Все как наэлектролизованные уже, знаете, такие, все в этом самом. Он делает, задыхается, короче, он делает, 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 делает. Конец каталога, закрытие, последний день, последние минуты, что-то забивает, забывает. Все. Закрылся каталог, спонсор издох называется. Знаете, все, вытянулся, боже мой, как я устала, как я устала, как мне тяжело. Боже мой, партнеры смотрят, сами все в таком ужасе, в шорохе. Вот. И, понимаете, они думают, блин, нафиг мне такой бизнес, такая нервотребка, такое напряжение. Смотрю на своего спонсора, блин. Вон, другие отдыхают в субботу, а он как сумасшедший. Вот. Это называется разгребатель, девочки, разгребатель. Была я и разгребателем, скажу вам честно, была я разгребателем, и бываю иногда разгребателем. И были у меня партнеры, которые, как всегда, звонили в последнюю минуту. Вот, понимаете, стиль такой вот работы у человека. В последнюю минуту он тут регистрирует, он там заказ не успевает. И вот я однажды этому партнеру просто не сделала заказ. Она звонит, и я говорю, я не возле компьютера. Вот так повела себя жестко с этим человеком. Я просто не сделала этот заказ. И после этого человек научился подтягивать хвосты раньше сам и стал учить правильно людей. Понимаете, друзья мои? Поэтому, дорогие мои партнеры, все, кто вот сделал уже заказы, молодцы, Наташа, умничка, Оля, молодцы, Людочка, аплодисменты двойные, просто Люда, наша, ну, просто звездочка. И рекрутинг, сколько уже телефонов. Люда, напиши, сколько ты мне там телефонов накидала уже сегодня. Вот. Молодцы, Олечка, молодцы, молодцы, умницы. Если вы сейчас сидите и думаете, друзья, как они там сделали заказы, где можно было, я там в конце еле доделала. Друзья мои, всегда можно перестроиться. Вот сейчас мы сделали заказы, я тоже на 200 баллов первый день сделала, сейчас в четверг придет заказ. Я беру этот каталог и уже работаю с этим каталогом, раздаю, придет каталог уже, десятый. И те, кто посмотрели, у меня девятый каталог, я просто буду раздавать десятый. И к концу каталога у меня спокойно соберется этот заказ. Вы поняли? Поэтому всегда можно перейти на другие рельсы, всегда можно поменять что-то, и у вас будет все прекрасно, вы станете не разгребателем, будете эту историю делиться своими партнерами, а станете настоящими звездочками, умничками. Я знаю, что у вас это будет, я знаю, что вы молодцы, и спасибо большое, что дослушали до конца. Я очень надеюсь, что было полезно. Полезно. Все, хорошего всем вечера, до встречи, следующий вторник.